Стоять! Прежде чем начнется видео, если тебя нахуй не интересует никакой блог и история этой поездки, если ты хочешь просто дорожного видео, закрываешь это видео, заходишь мне на канал, там есть чистые дорожные видосы, по 40 минут, по 20 минут, иди смотри и давись дорожными видосами. Но если тебе интересна история, то не знаю, там возьми чайку, там закуси чё-то, попкорн, там семечки и приятного просмотра. Этот видеоматериал был создан полностью по вымышленному сценарию и не имеет ничего общего с действительностью. И это всё говорится абсолютно не потому, чтоб вы не подумали, что главный герой ролика какой-то чокнутый. А может и так, пёс его знает. Все экстремальные трюки и ситуации, происходящие в этом фильме, были выполнены профессионалами на перекрытых участках дороги. Ну почти. Просьба не повторять дома, а то оббрать пи***ц нахуй. Но если удержать себя не получается, вот прям суету навести охота, то делайте это там, где мало народу, и чтоб если что-то не фартануло, с управлением пострадали только вы. Понятно, ты у мамы такой дамы, но почему невинные люди должны из-за тебя страдать, пи***ц? Путешествие. Явление, которое радует даже тех, кто говорит, да не путешествие, это не моё, я лучше посижу дома. Да и всем нравится путешествовать. Для некоторых это даже какая-то независимость. А для автомобилистов это какой-то уже другой уровень энтузиазма. Для обычных путешественников суть прост. Побывать в новых местах, повидать красивые картины. Да и в общем, кайфовать от всего происходящего во время путешествия. И как принято, все они должны пользоваться транспортом с двигателем внутреннего сгорания, чтоб перемещаться с точки А в точку Б. А для автомобилистов это немного иначе. Они перемещаются с точки А в точку Б, чтоб пользоваться транспортом. Ну и те, которые не могут себе это позволить, мечтают об этом, такие как я. Не поймите меня неправильно. Я много раз ездил на Тольняк, но все поездки были не по кайфу, а по делу. Вот у нас в Турции есть такая пословица. Есть время, нет денег, есть деньги, нет времени. Вот то же самое. Было время, не было денег, были деньги. Кредит гасил. Ну ладно, сейчас суть не в этом. Из-за того, что я не смог до этого позволить себе что-то подобное, я дико начал зависать на контентах людей, которые могут себе это позволить. Часами. Да и таких видосов в Ютьюбе довольно-таки много получается. Например, Гирсон Газелин, или Тап Гир, или там еще был Гирсон Газелин, или Дегран Тур, который сейчас снимают бывшие ведущие Тап Гир. И еще забыл про Гирсон Газелин. И думаю, все, хватит, Олег. Пора тоже сделать что-то подобное. Чекнул свой банковский счет. Сел обратно на свое говно. Так черт-то оно все, хотя бы сделаю ставку, все равно ничего не получается. Проходит время, и получаю уведомления. Сразу начал планировать путь, начал считать расходы. И говорю сам себе, так черт-то оно все, езжай, епта. Так, Али, не гоняем, не доминируем, не выеживаемся. Нам нужна соляра. Впереди косарь километров дороги, и у тебя только два вага. Экономим. Сотка, две тысячи оборотов. Не-не-не-не. Не поведусь. Еду себе такой спокойно, никого не трогаю, и вдруг какая-то малолитражка мне моргает дальним. Дальше не помню. Оу, бич, гет от дуэй! Гет от дуэй, бич, гет от дуэй! Я забыл самое важное. Давляк в шинах. Пссс! Гет от дуэй, бич, гет от дуэй! Гет от дуэй, бич, гет от дуэй! Гет от дуэй, бич, гет от дуэй! Ты чё, проколотый что ли, братан? Субтитры сделал DimaTorzok Все, Али, остынь Тебе нужно соляр Для обычных путешественников Понятно, что на первом плане Побывать в красивых местах, все это зафиксировать Снимать красивые фотографии А для автоэнтузиастов Это все на втором плане Что на первом плане, думаю, вам уже понятно А вот с моей стороны, все иначе Дело в том, что Если вы средиземноморский турецкий пацан Такой, как я И если вы не часто поднимаетесь в горы Вероятность увидеть снега просто нет И если вы такой психавтопад, как я Вы постоянно ищете В границе своей машины Вы ловите дикий кайф от этого В местах, где есть зацеп Это может быть немного опасным И это видео будет именно про это Про зацеп Точнее, про его отсутствие И после где-то 35-40 километров подъема Это случилось Я нашел снег Все эти психавтопатичные штуки в сторону Блин, как же это приятно, когда на улице минус 5 градусов И ты сидишь в плюс 27 И наслаждаешься этой морозильной красотой Ладно, давайте я вас лучше оставлю с этой морозильной, но страшной красотой Я нашел снег Вот оно, это первый мой горный перевал Гулековский перевал Вон там вот впереди находится морозилка под названием Средняя Анатолия Как называем это мы, Анадулу А за мной находится 25 градусов тепла и море Вот такая вот страна Турция, ёпта Все это красиво, но я продолжаю Итак, моя первая официальная остановка Я в Бозанте И вот обстоятельства, это, конечно, пи*** Навалило это вообще пи*** Я свои вельми хавал вообще, смотри сюда Сейчас, короче, надо отковырять без снега из-под дворника Отковырять надо от фар, они не светят И надо чистить хотя бы, ну, номерной знак Итак, я где-то в нигде Да, б***ь, у нас есть такой город Конечно, она произносится у нас как нигде Но если посчитать с русским акцентом, это звучит нигде Короче, я вот тут Я опять отковырял фиговую кучу льда Тут обстоятельства помягче Нету льда, нету этого, как там, снега Просто мокро, но идет снег Но она такая, ну, беспонтовая Все это так красиво Но я за руль Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока я думал, что снега станет меньше Вся вечеринка началась после того, как я выехал из Улукышла Снег начал идти гуще и дорога покрылась Потом через некоторое время Смотрю, левая полоса почище Вот и подумал, ну, ехать по чистой полосе будет более разумно Но потом через некоторое время Я понял, почему левая полоса такая чистая Ехала снегуборочная И за ней накопилась толпа Ну, подумал, что, поеду тоже за ними Но, как и мы знаем, в снег видимость падает так же, как и в тумане Я увидел толпу и заранее начал замедляться Тихонько-тихонько тормозить Понятно, полноприводные автомобили более устойчивые в снегу Лучше ускоряются, лучше держат курс Но торможение Тут дела для всех одинаковые За мной ехал четвертый Рафик Он как-то более-менее затормозил А вот за ним Ехал какой-то XC90 У него это не получилось Рафик отскочил на среднюю полосу Вольво отскочил налево Чуть не дотронулся до отбойников И я увидел это на зеркале заднего вида И думаю, да оно мне надо, слушай Лучше поеду по снегу У меня же есть зимняя липучка нормальная Лучше ехать по пухляху, чем меня кто-нибудь стукнет занят Но дело в том, что на дороге был не пухляк, а каша Субтитры сделал DimaTorzok Короче, где-то у меня осталось 30-35 километров такая серия Снег вообще стал, вообще беспонтовым стал Как пудра идет И открылись некоторые виды Вот некоторые виды открылись Короче, я сейчас типа должен супер монтажом Снять какие-то супер картины, да? Но, блядь, мне лень Вот, короче, снежная равнина Там несколько деревьев Вот, короче, тачки И вот наша тачка С желтой пленкой в паре Это я перед выездом так чисто наклеил надпись Чтобы вы понимали, это все сделано вот так вот Я у мамы рукастый называется Испарковские брызговики, ёпта Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, я натянул желтую пленку Если вы посмотрите на канал Я там сделал видос про диодные лампочки Вы поймете, что я тоже поставил себе диодные лампочки Диоды супер светят Я очень доволен светом, но в сухую погоду Когда идет дождь, снег или на улице туман, она не светит, а тупо отражается И вот поэтому на ближний свет я натянул вот эту вот херню Конечно, качество у этой сопли Но дело в том, что она реально греет свет Получается, свет может пробиваться через отражающую поверхность И получается, что она светит, а не отражается ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, день второй Вчера ничего не отснял, потому что тупо ничего не было видно И вот, собственно Этот уебан уже 40 минут работает и до сих пор не грелся Дизель, ёпта 40 минут стоял, отковырял середины И сделал вот такую лесничку Прикольно она смотрится Короче, я сейчас в Кайсери Если дорога открыта, поеду в РДС Так, как я говорил, уже прошло целый час Целый час она работает, я иногда даю газку И она только что, только после часа работы на месте Индикатор температуры двигателя чуть-чуть двинулся Дизель, ёпта Дизель, ёпта Если хотите греть дизель, надо ехать Ну, блядь, машина была во льду Лень был отковыривать Тупо подождал, когда всё растает Если дороги не закрыты, и попытаюсь подняться в гору В Валканическую, Вася, гору, который спит Опа, снег пошёл Потом, если получится, поеду в Каппадокию Оттуда уже домой Потому что я, блядь, сожрал всю соляру на автобане Грёбаный ты доминант, ёпта Ну чё, давайте попытаемся выехать отсюда Валерий, ёпта Валерий, ёпта Итак, после того, как повеселились на ровном месте Вот и спуск И здесь ничего рисковать не стоит Потому что если здесь потерять управление Обратно уловить тачку просто, ну, невероятно Поэтому не тормозим Спускаемся на первой передаче Если тачка всё ещё скользит То даём немного газку Чтоб она обратно словила зацеп Чтоб она не стоит Так, что всё ещё скользит Субтитры подогнал «Симон» 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 Выбрались, ёпта Дороги открыты Ну чё, поехали Попытаемся подняться в РДС И вот я здесь за бортом минус 20 градусов И типа я сейчас вам должен показать вершину И там лыжный курорт и так далее и тому подобное Но тупо нифига не видно Видимость на улице, наверное, метров 30 Не больше Из-за густого снега Ну чё ж поделать А я знаю, что поделать На дороге лёд Народу немало, а вообще нет Значит Чётко, да, тракторист поставился боком? Давайте тут попробуем остановиться в спуск Несмотря на то, что у меня не шипы, а липучка Нормально так держится Где-то там должен быть гора Но это его сейчас не видно Но всё-таки то, что видно Блин, это красота Здесь нечего смотреть Сейчас поедем в более крутое место Да, всё прикольно Всё красиво Но я за руль Пока спускался с горы Мотор обратно остыл Субтитры сделал DimaTorzok Прикольненько Ладно, я за руль Потом я нашёл такое место Которое заставило меня бросать руль На целых два часа Я взял горячий чай Укрылся одеялом И залип на долину Блин, как же это круто Ну я за руль ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Грейся, блядь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Пора домой Я провёл свои самые лучшие два дня в последние годы Я повидал очень красивые места И я ещё раз понял, какая же всё-таки наша страна красивая Я сделал ни много ни мало 500 километров на снегу Доволен ли я? Доволен ли я? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Деньги на соляру заканчиваются Приходится ехать обратно домой Потому что нехуй было выёживаться на левом ряду Я хотел где-то намотать косарь километров Но нужен спонсор Но нужен спонсор Или может ментально будет чем-то стать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот мы опять в своих родных Средиземноморских краях Наконец-то мой спутник, который ни разу в жизни не видавший К температуре минус 4 градусов За последние 2 дня увидел температуру выше минуса 2 градусов Более 30 часов Снега, слякоти, соли, грязи, льда Вот что ему приходилось терпеть Да и с появлением солнца Всё стало более очевидным Дело в том, что такие как я После таких грязных покатушек Где-то недели-две не моют свои тачки Потому что тачка просто выглядит Как будто бы вот-вот она только с этапа корсики приехала Но на тачке соль И если не мыть Этот тварь загрызет весь металл Да и, к сожалению, без потерь не обошлось Передний правый брызговик Не смог больше удержать килограммы замерзшей слякоти И покинул чат А пока я с вами говорю Я почти приехал Даже не почти, приехал И включил тот самый последний поворот Я дома В Мерсине Утром я был в минус 18 Сейчас Плюс 18 Там солнышко светит Там где-то должен быть Средиземное море А там за горами Народилка Надоело тепло Прыгаешь в тачку Намотаешь 300 километров На тебе минус 18 Минус 20 Даже по прогнозам Сегодня говорят, что В Кайзере будет Минус 25 Турция, ёпта Спасибо, что если смотрел до этого момента Надеюсь, кто-нибудь меня будет спонсировать И я могу еще куда-то поехать Потому что, ну блин Ну прям Не хочется ехать домой Хочется Ехать, ехать, ехать и ехать И наконец-то пора снять эту соплю И побаловать моего верного спутника Теплой пенной мойкой Он этого заслужил Хочется Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok